Здравствуйте! Вы смотрите новости на МТРК. В студии работает Дарья Пашмынцева. Сегодня вы увидите. Возможность открыть свое дело есть у каждого. Больше полутысячи особенных сверхказахстанцев участвовали в программе Янбек. Свыше сотни получили гранты. Отдали, а потом вернули. Прокуроры области рассказали о нарушениях в передаче городских детских садов в частные руки. Система, которая работает и дает результаты. Больше 200 миллионов тенге внесли жители области в казахстанскую копилку здоровья. Кто и для чего может брать из нее деньги? У любимого дела нет границ. В прошлом году почти 650 северказахстанцев с ограниченными возможностями участвовали в программе продуктивной занятости и массового предпринимательства Янбек. Благодаря ей инвалиды нашли работу. Прошли краткосрочные обучающие курсы. А около 120 человек изучили основу предпринимательства и получили шанс открыть свое дело с помощью господдержки. Им воспользовался житель района Макжана Жумабаева Александр Лысенко. Агири Мукашева познакомилась с молодым и успешным бизнесменом. Ограничения существуют только в голове. Это 29-летняя Александра Лысенко ежедневно доказывает на своем примере. У парня третья группа инвалидности. Но она никогда не мешала Александру усердно трудиться и даже начать свое дело. Две недели назад житель Булаева открыл вот эту шиномонтажку. Воплотить бизнес-проект в жизнь помогла госпрограмма Янбек, а именно направление по развитию массового предпринимательства. Про обостал бизнес я узнал от своего товарища. Он тоже обучался. Потом проконсультировался в Петропавловске и решил взять кредит. Прокредитовались. Вот купили вот это помещение, оборудование, землю. Ну и так вот начали работать. Какое дело открыть, выбор не стоял. В студенчестве Александр подрабатывал на шиномонтажке. Причем этой же. После она закрылась. Помещение несколько лет пустовало. Но благодаря начинающему бизнесмену здесь снова появились клиенты. А в здании не смолкает шум инструментов. Воплотить мечту и открыть свое дело несложно, говорит Александр. Тем более государство поддерживает начинающих бизнесменов. Житель Булаева после обучения по программе Бастау получил льготный кредит. 3 миллиона тенге сроком на 5 лет под 6% годовых. Такие выгодные условия ни один банк не предложит, отмечает предприниматель. Кроме того, дали отсрочку на полгода, пока бизнес уверенно не встанет на ноги. Еще один бонус от государства – безвозмездный грант в полмиллиона тенге. Его Александр потратил на покупку оборудования. Все прошло хорошо, быстро, своевременно. На мой взгляд, бояться нечего. Все доступно объясняют, везде все помогают. Мне кажется, надо стараться, стремиться к чему-то. И таких активных и целеустремленных в районе Макжана-Жумабаева немало. В прошлом году обучение по проекту Бастау прошли 180 человек. В общей сложности у нас прокредитовались по программе занятости 83 человека на сумму 355 миллионов тенге. И получили 150 человек гранты для развития новых бизнес-идей на сумму порядка 50 миллионов. В основном, кредитуются и на гранты, и идут, конечно же, молодежь. Работу в районе найти сложно. Предпочитают работать на себя. Активные жители других районов. В прошлом году программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Янбек» воспользовались свыше 25 тысяч человек. В том числе и североказахстанцы с ограниченными возможностями. Их было 646. Около 120 из них обучились азам бизнеса. Почти 35 североказахстанцев получили кредиты, столько же безвозмездные гранты. Айгири Макашева, Рустам Тлюжанов. Новости МТРК. К другим новостям. Убили на моих глазах, а я ничего не смогла сделать. В редакцию МТРК обратилась жительница Мамлютки. Она рассказала, что ее собаку застрелили днем во дворе частного дома. О произошедшем узнали зооволонтеры региона. Они вместе с хозяйкой пытались добиться от района Ветстанца объяснения, но внятного ответа там не дали. Сейчас с произошедшим разбирается прокуратура Мамлютского района. О правилах отлова и отстрела. Письме французской актрисы, президенту Казахстана и братьях наших меньших. Наш следующий материал. Пятилетняя героиня этого видео вместе с мамой ходит по двору своего дома в поисках любимого четвероногого питомца. Алия Минжесарова долго думала сказать детям правду о том, куда пропала их собака, которую ее дочь назвала Даной в честь персонажа из мультфильма, или солгать. Чтобы сделать как лучше, женщина выбрала второе. Жаль себя не обманешь, говорит Алия. События 19 февраля будто застыли перед ее глазами. Подъехала машина к моему дому, практически к воротам моего дому подъехала. Машинально я выглянула в окно. Потом я поняла, приехали из ветслужбы. Стекло опускается, не выходя с машины. Показалось дуло. Я не знаю, винтовка или как она правильно называется. Винтовка, воздушка. Показалось дуло оружие. В этот момент я понимаю, что я знаю, что возле ворот бегает мой щенок. Маленький щенок шестимесячный. Сейчас будут стрелять. Почему-то я так подумала. Я начала дико стучать в окно. В следующую секунду произошел выстрел. Алия в домашней одежде выбежала во двор на крик собаки. И нашла уже бездыханного питомца. Женщина говорит, что как только пришла в себя вместе с зоозащитниками из Петропавловска, пошла в местную ветеринарную станцию. Мы нашли время. Приехали до участковых представителей. Мы сейчас это естественно. Но вы говорите, что эта собака была бездомная. Я вам еще раз говорю, есть правила от слова. Они сказали, что у нас это Акимат сказал отстреливать собаке. Я говорю, покажите мне решение Акимата. Что? Вообще какие-то документы у вас есть? На основании чего вы так вот в упор подъехали и застреляли мою собачку. Среди белого дня. Никто ничего внятного не объяснил. Я говорю, хотя бы элементарно, если вы занимаетесь отстрелом, вы должны были утилизировать. А они просто застрелили и уехали. Это благо, можно сказать, того, что не было ребенка дома. Он не видел это. По совету волонтеров зоозащитной организации «Фауна» Алия обратилась с заявлением в районную прокуратуру. Ее сотрудники сейчас разбираются в законности действий специалистов ветстанции. Печальных примеров, когда специалисты таких организаций действуют незаконно, причем не только в районах, но и в городе, очень много, рассказала Петропавловский зооволонтер Анастасия Симухина. Все чаще и чаще люди обращаются с жалобами на отстрел в нашем городе, который производится в дневное время. Очень часто на глазах малолетних детей. В принципе, не обязательно и малолетних, и взрослые переживают, и в таком паническом состоянии находятся. Просят помощи. Ну а что мы можем сделать? То, что в наших силах мы пытаемся сделать. Один из последних громких случаев, который обсуждал весь город, был летом 2018-го. Тогда сотрудники городской ветеринарной станции отстрелили собаку во дворе по адресу Бостандыкская, 56. Так как препарат, с которым работают специалисты, действует не сразу, щенок умирал на глазах маленьких жителей этого дома. А забирать его сотрудники ветстанции не спешили. Таких примеров много, вот только о них умалчивают, говорит зооволонтер, так как люди в большинстве случаев не разбираются в правилах отлова бродячих животных. О них нам рассказала исполняющая обязанности директора Петропавловской ветеринарной станции. Вызываю каждый день, вызываю очень много собак, очень много бродячих. Собака без ошейника, это уже считается бродячая собака. Бегают стаями в основном. Из-за человеческого фактора собак, даже если она без ошейника, породистая, то есть ее же видно породистую, что она ухоженная, этих собак, конечно, не стреляем. Во дворах отстрел по заявкам тоже считается законным. И в какое время суток он будет производиться, неважно. Главное правило сделать это так, чтобы никто не стал свидетелем происходящего. Такой момент нужно выждать. С последним в этом году могут возникнуть проблемы, рассказала исполняющая обязанности директора городской ветеринарной станции. С начала 2020-го организация тесно сотрудничает с обновленной службой 109, а ей нужно оперативное решение вопроса. Они спрашиваются, прям отловили, дайте сроки, когда вы это отловлите. Допустим, утром позвонили, чтобы к обеду уже был результат. Объясняю, что вот они опять звонят, сколько ваша заявка будет висеть. Устаревшие и негуманные. Так, подход к борьбе с бродячими животными охарактеризовала французская актриса и зоозащитница Брижит Бордо. Она обратилась к Асамжумарту Токаеву с открытым письмом. Вот небольшая выдержка из него. Кажется, что жестокость не имеет границ. В некоторых городах, таких как Атрау и Уральск, сжигают живых животных, перед этим используя вещества, вызывающие паралич. Как можно представить себе такую пытку в 21 веке? Лица, совершающие подобное во Франции и в большинстве стран мира, считаются психопатами. И им назначены длительные сроки тюремного заключения. Ответ главы государства не заставил себя долго ждать. Своим мнением о способах борьбы с бродячими животными он поделился во время официального запуска Республиканского фронт-офиса волонтеров Бергемос. Я думаю, что это правильное обращение. Мы должны обратить на него внимание. Мы должны показать себя милосердной нацией. И, конечно же, уделять внимание не только защите наших людей, включая детей, но и защите животных. Петропавловские зоузащитники с радостью восприняли слова президента страны. В качестве примера приводят не только зарубежные, но и опыт городов-соседей. Во многих городах Казахстана, наконец-то, мы приходим в гуманности. Деньги, которые миллиарды выделяют на отстрел, их направляют на массовую стерилизацию. Многие страны цилизованные, они доказали, что на протяжении трех лет проблему с бездомными животными можно решить. Решить можно, но стерилизация в этом вопросе не помощник. Акцент лучше сделать на открытии, поддержку приютов, считают ветеринары. Насчет бродячих собак это, конечно, нет. Потому что собака будет хоть стерилизованной, хоть не стерилизованной. У нее свойство есть, она в стае все равно будет прибегать. И бешенством она может заболеть, и также покусать может. Вот такая она. Разница мнений. Хочется верить, что в год волонтера казахстанские добровольцы, ветеринары и зоозащитники найдут гуманное и правильное решение проблемы бродячих животных. Только в Петропавловске за 2019 год и начало 2020-го их отстрелили около трех тысяч. А в масштабах страны речь идет о куда более внушительной и пугающей цифре. Дарья Пашмынцева, Желдозбек Ермуканов, Рустам Тлиужанов. Новости МТРК. Ярмарка роскошных шуб «Эталон Меха» поздравляет всех милых дам с 8 марта и приглашает на распродажу коллекции 2019. С 3 по 9 марта. Норковые шубки от 365 тысяч тенгет. Сидимол 3 этаж. Мы продолжаем выпуск. Недетский скандал. Прокуроры области проанализировали законность передачи трех дошкольных заведений в доверительное управление. Выявили несколько нарушений, а главное – конфликт интересов. Выяснилось, что один из учредителей, которому передали детские сады – гражданский супруг главы городского отдела образования. Подробности в материале нашего корреспондента. Акбата, Ивушка и Балдаурен. Скандал вокруг этих детских садов разгорелся далеко не детский. Недовольство высказывали и персонал заведений, и родители малышей. Подключились общественность и молодежь. Новость долгое время была в топе самых обсуждаемых. Передать детские сады в доверительное управление – такой практики в нашей области еще не было. А первый блин, как известно, получается не самым лучшим. Зато отлично описывает сложившуюся ситуацию. Если вкратце, выбрали в Петропавловске три садика, которые, к слову, были в хорошем состоянии, и передали их в частные руки. Общественность протестовала и возмущалась. Говорили об этом и в соцсетях, и в СМИ, и на отчетных встречах Акимов. Тогда Кумар Аксакалов отметил, в частные руки должны были попасть детские сады, состояние которых плачевное. Необходимости в передаче этих дошкольных заведений не было. После эту мысль он продублировал и на своей странице в соцсетях. Принято решение об отмене передачи трех детских садов Петропавловска в доверительное управление. Моя позиция такова – инвесторы могут взять в управление детские сады, которые находятся в плачевном состоянии. Там, где не хватает государственных денег, привлекаются частные инвестиции. Такая работа проводится по всей республике. Соответственно, и наша область должна двигаться в этом направлении. С момента, как разгорелся скандал, прошло больше месяца. Казалось бы, и мнение свое все высказали, и точку логическую поставили. Почти. Осталось найти виновных. Этим занималась прокуратура, выявила нарушения и даже не одно. Не создана межведомственная проектная группа, в заключенных договорах не предусмотрен риск производственного конфликта. Сведения о результатах конкурса в печатных изданиях не публиковались, предоставлены недостоверные сведения по квалификационным требованиям. Список нарушений солидный, но соль даже не в этом. Одно из предприятий, которому достались лакомые детские сады – ТО «Гранд Брокер». Выяснилось, что его учредитель Бахаджан Кашкимбаев – гражданский супруг руководителя городского отдела образования Сары Рамазановой. Это то, что правозащитники называют конфликтом интересов. Ответ пришлось нести ей и ответственным лицам. Заместитель руководителя управления образования привлечен дисциплинарной ответственности в виде выговора. Руководитель отдела по правовой работе привлечен также в виде выговора. Заместитель руководителя управления экономики привлечена дисциплинарной ответственности в виде замечания. К дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора привлекли руководителя городского отдела образования. К слову, в этом кресле Сара Рамазанова чуть больше трех месяцев. В рамках подготовки к республиканскому командно-штабному учению КОКТЕМ-2020 в Мамлюцком, Кызылжарском и районе Шалакына проверили готовность спасателей и местных исполнительных органов к паводку. Особое внимание уделили экипировке сотрудников и тревожным чемоданам, а также документации районных отделов по ЧС, которая касается противопаводковых мероприятий. В Сергеевке спасатели ознакомились с работой гидроузла и проверили систему оповещений, которые должны быть исправны, чтобы в случае прихода большой воды быстро и своевременно оповестить жителей. Также рабочая группа убедилась в наличии водооткачивающей техники. Североказахстанские полицейские продолжают помогать пожилым и одиноко проживающим людям в уборке снега. Два десятка сотрудников городского управления полиции вместе со студентами, вооружившись лопатами, выехали по нескольким адресам. Подробности далее. Отряд волонтеров возглавил ветеран внутренних дел подполковник полиции в отставке Петр Аксенов. Вместе с ребятами он побывал у жителей рабочего поселка. Пенсионеры не в состоянии самостоятельно очистить свой двор от снега и очень рады приходу добровольцев. Среди тех, кому пришли на помощь, Наталья Янышева. Обязательно, чтобы пришли, помогли нам, старым людям. Мы тоже вовремя где-то когда-то работали, а сейчас нам тоже люди помогают, работают. Все, слава Богу. Спасибо. Полицейские очистили от снега и придомовую территорию пенсионерки Марии Буржинскас. А накануне специалисты кинологической службы помогли пожилым, проживающим по улице Московской. Они очистили снег со двора и кровли. Проводится очистка снега и помощь ветеранам, как ветеранам, так и пожилым людям. Надеемся, что данная акция будет проводиться чаще, так как им надо помогать, так как они уже в возрасте люди. Полицейские говорят, что такие акции будут продолжены, ведь участие в них не только воспитывает, но и укрепляет корпоративный дух. Ну а многие волонтеры, глядя на офицеров, проявляют интерес к службе в органах внутренних дел. Анна Куликова при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Больше 90% населения страны стали участниками обязательного социального медицинского страхования. Только в нашем регионе отчисление взноса сделали более 166 тысяч человек на 232 миллиона тенге. Ощутили ли на себе плюсы ОСМС северказахстанцы? Расскажем прямо сейчас. До 1 апреля все жители нашей страны считаются условно застрахованными и могут получать медицинские услуги как в рамках гарантированного объема, так и в рамках ОСМС. Кстати, с внедрением обязательного медицинского социального страхования с начала января количество оказанных консультативно-диагностических услуг выросло в два раза. В 9 на компьютерную и магниторезонансную томографию. К примеру, в областной больнице МРТ в день проходят 20 человек. Раньше часть из них за эти обследования заплатили бы круглую сумму. Сейчас же по направлению врача. Им они обходятся совершенно бесплатно. В областной больнице с начала этого года в рамках ОСМС проведено порядка 450 исследований различным категориям граждан. То есть здесь у нас и детям мы делаем исследования, детям от нуля, и пенсионерам, инвалидам, и людям, которые оплачивают страховку. То есть сейчас в связи с внедрением ОСМС получить услугу МРТ может любой гражданин. С начала года в качестве взносов и отчислений за ОСМС во всей республике перечислено чуть больше 34 миллиардов тенге. Из них 232 миллиона в Северном Казахстане. В свое здоровье вложились 166 тысяч человек. Государство делает взносы за 15 льготных категорий. Это составляет 10 миллионов 800 тысяч граждан, за которые Республика Казахстан делает отчисления и взносы. Это 15 льготных категорий, которые автоматически считаются застрахованными. По нашей Северно-Казахстанской области данная категория, 15 льготных категорий, куда входит наше население, составляет 282 тысячи 200 человек. Для тех, у кого возникают вопросы, связанные с ОСМС, работает единый контакт-центр фонда по номеру 1406. Поступило уже больше 37 тысяч обращений. 15 из них от населения нашей области. В основном интересуются, как стать застрахованным и что дает обязательное социальное медицинское страхование. Отмечу, сейчас участниками ОСМС стали 90% населения страны. Алена Хан, Михаил Казначеев, новости МТРК. Закрытие школ на карантин. Эту тему активно обсуждают сверхказахстанцы в социальных сетях. На деле занятия приостановили только в одной школе и некоторых классах отдельных образовательных учреждений. Каких, расскажем далее. Опустевшие коридоры и кабинеты. В прошлую пятницу на карантин закрыли среднюю школу номер 6 имени Кожабергена Жерал. Здесь учатся более 600 ребят. У 208 диагностировали ОРВИ. По этой причине руководство школы решило приостановить занятия. В нашей школе вообще в общем 30 класс комплектов и большая часть, то есть это и начальные классы, и среднее звено. Также в старших классах у нас были классы, в которых число заболевших составляло более 50%. В данное время мы ведем мониторинг и отслеживаем количество уже выздоровевших детей. В Петропавловске более 35 школ. Для того, чтобы закрыть полностью учебные заведения, число заболевших должно достичь 30% от общего количества учащихся учителей и техперсонала. Занятия в таком случае приостанавливают на срок от 5 до 7 дней. Если процент заболеваемости ОРВИ и гриппом достигает 20% в отдельных классах, то приостановлено учебный процесс в отдельных классах. Приостановлено в отдельных классах школы это 24, 26, школа детский сад 26, это школа номер 9, два класса в 4 школе, это два класса в школе лице Дарын, школа лице Бребекка, 7 школа. Тему водокарантина в школах активно обсуждают в соцсетях. По мнению горожан, которых мы опросили, такая временная изоляция – необходимая мера. Школы, да, надо закрыть. Почему? Потому что дети общаются друг с другом и передают. Поэтому надо предотвратить это общение с детьми, чтобы не было распространения. Нужно? Врачи, наверное, же это определяют. Нужно, не нужно? Видимо, заболеваемость стала больше. И всегда были карантины. Ничего страшного. Недели даже по три были, помнится. Обязательно нужно, потому что, ну зачем рисковать? Может, какое-то время они должны все-таки пересидеть и носить заразу друг другу. У РВИ – вирусное заболевание дыхательных путей. Для его профилактики лучше не посещать общественные места, избегать контакта с больными людьми, а также не стоит забывать о противовирусных препаратах. Айгири Муканова, Жудызбекер Муканов, Новости МТРК. 24 февраля по всей стране стартовал месячник по профилактике туберкулеза. Он проходит ежегодно накануне Всемирного дня борьбы с этим недугом. Каждый год в мире им болеют около 8 миллионов человек, а умирает более миллиона. Как обстоят дела в нашем регионе, знает Айгири Муканова. В Северном Казахстане проходит лечение туберкулеза более 500 человек. В сравнении с прошлым десятилетием цифры незначительны. Тогда выявляли более тысячи больных. По итогам 2019 года эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в области складывается следующим образом. Тенденция к снижению заболеваемости сохраняется. В сравнении с 2018 годом показатель заболеваемости туберкулезом снизился на 0,7%. В 2019 году, если было зарегистрировано 348 случаев, впервые выявленных случаев туберкулеза, в 2018 году было 353 случаев. При этом в 2019 году туберкулеза скончались более 20 североказахстанцев. И этот факт нельзя игнорировать. Поэтому врачи настаивают на том, чтобы жители региона ежегодно проходили флюорографическое обследование, отказались от вредных привычек и ввели здоровый образ жизни. Перед вами стоят герцепробитки, которые уже сделаны посевы, а не находятся термосфетерионами. То есть его, говорится, каждый через час сканируют. Если какие-то микобактерии, говорится, появились, он показывает в виде вот таких знаков. Для быстрого и точного выявления туберкулеза важно иметь современное диагностическое оборудование. В 2018 году лаборатория областного центра в тизиопульмонологии получила новый аппарат – БАКТЕК-960. Такой уже имелся в арсенале местных врачей, но устарел, поскольку был куплен в 2007 году. Теперь на старом устройстве определяют, болен ли человек туберкулезом, а на новом проверяют чувствительность пациента к лекарствам. Это позволит подобрать нужный метод лечения. Цена, конечно, я могу только сказать приблизительно, руководство, точнее сказать, это, по-моему, то время стоило около 50 или 100 тысяч долларов, а сейчас это тоже не меньше. Лечение туберкулеза в республике бесплатное. Ежемесячно на одного больного государство тратят 260 тысяч тенге. В областном центре в тизиопульмонологии в основном применяют лекарственную терапию. С 2017 года за пациентами, которые находятся на амбулаторном лечении, врачи следят посредством видеозвонков. В 2019 году таким образом отслеживали ход терапии ста североказахстанцев. А вот к хирургическим вмешательствам прибегают в тяжелых случаях. Показания вставляются комиссионно. Если там не рассасывается вот этот лома или полосты распада не закрываются, тогда берем на операцию. В течение трех лет уже делаем операцию такую, применяем силиконы. Когда вот эти большие полосты, легкие не убираются, а просто вставляется туда силиконовый блант, сдавливается легкий, тем самым закрывается полость. Таких операций в Петропавловске за это время провели четыре. Агири Муканова, Казбек Аркбаев, новости МТРК. К другим темам. Я волонтер. Под таким названием в областной библиотеке имени Сабита Муканова для молодых и активных североказахстанцев провели обучающий семинар. Делились инновационными идеями и развивали в ребятах лидерские качества волонтера областной ассамблеи народа Казахстана. Также они пригласили коллег из города Омска Российской Федерации. Как считают организаторы, подобные тренинги формируют у молодых чувство ответственности и в будущем смотивируют их заниматься добровольческой деятельностью. По окончании семинара участникам вручили сертификаты и подарки. Во-первых, мотивация для волонтеров, чтобы они в дальнейшем старались, помогали людям, то есть делали добро. Для волонтеров будут проводиться разные семинары, тренинги, на которых будут участвовать также опять же гости, возможно и наши местные ребята, которые проводят. Вот это все для них. Будем стараться делать дальше. Благодаря этому обучению, этому тренингу, все участники смогут уже стать руководителями собственного волонтерского штаба, кампуса. Сейчас есть прекрасная возможность действительно объединить всех граждан для того, чтобы была межгосударственная дружба. Потому что, допустим, на территории России проживает свыше 200 национальностей. Если мы говорим о том, что в любом государстве главный залог – это мир и согласие, то, конечно же, для нас это одна из основ. Свероказахстанские спортсмены вернулись с республиканского чемпионата среди молодежи и юношей по спортивной акробатике, который проходил в городе Алматы. В копилке наших ребят более 20 медалей, в числе которых 8 золотых и почти столько же серебряных. Турнир собрал более 300 человек из 7 регионов страны. Анастасия Стертак встретилась с призерами. Нашу область на соревнованиях представили 19 акробатов, среди которых и юношеская команда. Участникам от 12 до 16 лет. Вместе работают уже 5. За плечами у них не одна победа. Например, в 2019 году они ездили в Уфу, где заняли первое место. В том же году взяли золото на международном турнире, который проходил в нашем городе. Удивила судья акробатическая четверка и на этот раз. В Алматы ребята взяли пальму первенства. Мы довольны своим результатом. Соперники у нас были алматинцы. Ребята тоже четверка. Довольно тяжелые соперники. А вот этому трио всего год. Но планы у команды более чем амбициозны. Девочки хотят попасть в число призеров чемпионата мира. И надо сказать, упорно стремятся к этому. Тренировки посещают каждый день. По максимуму отрабатывают каждое упражнение. На соревнованиях в Южной столице спортсменки показали неплохие результаты. Домой девушки вернулись с бронзой. Соперники у нас в принципе были сильные. Основные это, конечно, Павлодар и Алматы. Но надеемся, что на следующих соревнованиях мы уже будем первые. Будем работать, будем стараться. Есть, конечно, что нам поправить в композиции, в элементах. Республиканский чемпионат по спортивной акробатике проходил с 10 по 15 февраля. Павлодар, Тарас, Алматы, Караганда. Семь городов и более 300 участников. Наши ребята завоевали 21 медаль. 8 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. Выступили неплохо, можно сказать. И призовые места, и первые места есть. Мы посмотрели в Казахстане на каком уровне, куда дальше идти, что готовить, к чему стремиться и каким соревнованиям дальше готовить. Времени на отдых у ребят нет. Они уже приступили к тренировкам. В мае им предстоит участвовать в очередном турнире, который пройдет в Таразе. Анастасия Асельтак, Жолдозбекер-Муканов, новости МТРК. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!